душевая кабина frank 409 дробь 2 сборка стандартная упаковка как у всех кабин четверть круга значит неподвижные стекла и двери в одной коробке значит в коробке пошире задней стенки отдельно фурнитуры и вот поддон поддон толстый то есть из высоких поддонов у frank самый толстый то есть вот этот прям большой плюс то есть это ну самая главная запчасть в кабине это конечно же поддон вот поддон толстый вот у него еще прекрасный каркас варной есть у него прокладка между каркасом и поддоном такая там губочка чтобы он не скрипел вот не протирался да но недостаток что всего четыре ножки обычных там 656 бывает даже 8 вот бортик бортик высокий широкий то есть поддон толстый бортик широкий высокий значит вот задней стенке показаны пол как вверх ногами черный смеситель это ненормально потом переделаем так вот опять пока кверх ногами черный смеситель который должен быть хромированный так но вот задняя стенка показанный каркас в каркасе вот задняя стенка добротный каркас рамка у задних стенок прекрасный каркас вот показано как монтируется там значит проем в который вставляется задняя стенка вот очень такой добротный приятный надежный каркас значит задние стенки были с дефектом покраски так вот эта крыша стеклянная стеклянная крыша очень красиво это выглядит стеклянная крыша сейчас мы будем монтировать монтировать ее лучше вдвоем один внутри поддерживает 2 прикручивает болтики сзади на которых она крепится еще один мощный недостаток у кабины это тропический душ тропический душ очень очень тонкий то есть при давлении свыше 3 а может даже меньше трех он лопнет сто процентов потому что мы просто фольга какая-то то есть его надо менять однозначно вот так но вот опять так значит шланги шланги хорошие они там на таких гайках опрессованных гайках с внутренних резьбой никакой там колхоза там нет хомутов и шлангов так вот показано как крепится крыша вот такие вот болтики не забудьте там силиконовые такие гаечки под шайбочки и вдвоем монтировать так ну вот тут частично может быть видно что некачественная покраска который я замазывал белым маркером потому что какая-то пыль была при покраске и на грязь покрасили потом она отвалилась получались такие дырочки на задних стенках так вот задние неподвижные стекла на них одеваются алюминиевые рамки прям одеваются ну так в общем с усилием прекрасно держится и уже такое неподвижное стекло вот она вставляется в заднюю стенку наружная часть широкой вот это алюминиевой рамкой перекручивается к верхней и нижней дуге так вот за ним полковая полка уже нормально смонтирована так как и должна была смонтирована и вот хромированный смеситель тот который должен быть смеситель так вот еще тут я пытался там своей камерой такой мягко говоря несовершенно снять вот эти выщербленные вот мне даже немножко получилось просто было плохое освещение камера не позволяло там но и транспортировочный квадратик вот чем дурочек там много этих покраска отвратительная но это брак это мы просто брак вот вот опять же пытался показать и там еще один мощный недостаток то что магниты на двери там алюминиевые планки на них уже дверь держится магниты эти алюминиевые планки были ну как бы халатно так на скажем зафиксированы на дверях из-за этого не было полно на полного примыкания магнита и пришлось там киянкой мне подбивать эти снимать а потом заново одевать вот эти магниты можно было как бы их и и не снимать вот просто подстучать киянкой чтобы было равномерное примыкание магнита к магниту то есть вы когда смыкаете двери то есть нету щели ни вверху ни внизу а как бы у вас все никаких щелей нет чтобы вода не брызгала наружу вот так что все и достоинства недостатки рассказал по этой кабине надеюсь видео было вам полезным всего вам хорошего и и Продолжение следует...